Вот так и беззаботно кататься на качелях выпускникам удастся не скоро. Впереди последний учебный год, экзамены, выпускной. Но об этом завтра. А сегодня их последний день знаний, который они встречают в школе. Этот год особенный не только потому, что из-за пандемии построение на линейке, точно по линеечке. Последний год выпускники села Началова встречают в новой школе. Сегодня символический ключ передали директору. Школа рассчитана на 800 человек. Начало в одной из самых быстро растущих сел. В старом учебном заведении больше не хватает места. Три года назад здесь начали строить новую школу по проекту из Казани. И в Астраханской области передали коллеги из Татарстана по соглашению о сотрудничестве двух регионов. Проект доработали с учетом климатических условий. Те условия, которые мы создаем для обучения наших детей, это вклад в развитие нашего региона и в целом страны. Эта общеобразовательная школа построена в рамках национального проекта образования, отвечает всем современным требованиям, оснащена новейшим оборудованием. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве и оборудовании оснащения этой школы. В старом здании теперь будет начальная школа. В этом ученики с 5 по 11 класс. Все в первую смену. Это лучше. Она больше яркая и уютная. В старой школе было меньше места, а здесь она больше. В рамках нацпроекта «Цифровая школа» учебное заведение оснастили медиатекой, высокоскоростным интернетом, возможностями удаленного обучения по специальным программам. С директором разговоров из города несколько человек ездят. Это начало, это поселок начало, это из ближайших сел. Это те, кто переезжает из города и селится в новых домах, в Приворске, тоже сюда идут. Раньше они ездили в город, теперь они идут сюда. В школе все готово к обучению. Столовый, спортзал, классы технологии. Все оснащено нужным оборудованием. В коридорах антисептики. В этом году пришлось составить график, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса. «Уроки у нас будут организовываться в асинхронном расписании. Классы будут подходить каждый к своему времени. График уже составлен. Также будет проводиться на улице, на участках у нас квадратики свои, термометрия». Сейчас в регионе строится еще несколько школ. Одна из них на улице Зеленгинская на этапе отделки. Откроют в следующем учебном году. К строительству учебного заведения на тысячу мест в микрорайоне «Западные-2» приступят уже в этом. Наталья Фомина, Андрей Трофимов, Центр новостей.